Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». По эфире новости Анапа-регион. Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Радуемся тому, что наш труд пригодится нашему замечательному, любимому городу. Как общественный труд объединяет? Анапчане массово провели выходной день на свежем воздухе с пользой не только для себя, но и родного города. Эти деньги собираемся потратить на ремонт дороги, которые находятся в центре города. Лучший ТОС и миллион на благоустройство. Анапские территориальные общественные самоуправления снова в краевых лидерах. Из Анапы с красотой. Анапчанка Ангелина Лихопут представляет Краснодарский край на престижном конкурсе «Мисс Россия». Задать вопрос главе Анапы можно на его личных приемах. Они проходят каждый понедельник в администрацию курорта. Сегодня большинство поручений Юрия Полякова по обращениям анапчан были адресованы управлению ЖКХ и главам сельских округов. Жители станицы Анапская просят отремонтировать участок улицы Грушовой. Говорят, обращались в сельскую администрацию, но пока нет результата. Нам, конечно, никто не отказывает. Ну никто ничего не делает. Три года я принесла все письма, три года я хожу. А что за улицей, что по ней ездят? Что по ней ездят? Ничего по ней не ездят. Мы по ней ездим и какой-то КАМАЗ перед нами, прицеп стоит. Коммунальщики комментируют. Асфальтовое покрытие укладывать нецелесообразно. В планах там прокладывать водопровод. Планы эти долгосрочные, поэтому Юрий Поляков поручил привести дорогу в порядок. Засыпьте всю дорогу. Будет водопровод, когда его будут оттянуть. На еще одну многолетнюю проблему жалуется жительница Анапской Анна Корбут. С 2016 года тянется вопрос с ремонтом тротуара на улице Московская. Каждый год она получает отписки, что ремонт будет произведен в следующем году. И так по сей день. Вот если вы написали, мы сделаем вам тротуар в 2018 году. Сделайте его. Сделайте. Вы не делайте в 2018 году ЖКХ. Вы пишите, сделаем в 2019 году. 200% в 2019 не сделайте, потому что вы с таким подходом, РМЭ, вы не доработаете просто до 2019 года. Значит, тебе нужно взять себе контрольный вот такой журнал и все записывай. Делай, что пообещали, РМЭ. Вот так же и нельзя. Многодетная мама Ирина Иванова обратилась с проблемой. Несколько лет назад семья получила участок по ДЖС. Но после утверждения генплана не может начать стройку. Необходимо получить заключение археологов. При этом на территорию историко-культурного наследия. У ТАЖ-17 попала лишь малая часть участка. Глава города поручил управлению архитектуры найти решение и помочь Анапчанке. В городской администрации состоялось совместное заседание антинаркотической комиссии и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Под председательством исполняющей обязанности заместителя главы Анапы Екатерины Боровской. Профилактическая работа налажена во всех школах Анапы. Последняя проверка показала, что нарушений практически нет. Разработан план деятельности на 2018 год. Ежемесячно проводить мероприятия с приглашением специалистов служб системы профилактики. Второе. Проводить обследование территории, прилежащей к микрорайону школы с целью выявления и устранения надписей наркотического содержания. Третье. Проводить мониторинг наличия торговых предприятий, осуществляющих продажи алкогольной или табачной продукции, обучающихся вблизи образовательных организаций нарушения действующего законодательства. Нарколог детской городской больницы рассказала, что за три месяца текущего года специалисты наркологического кабинета провели с подростками 8 лекций, 16 кинолекториев и 3 профилактические акции. Эта работа проводится как на территории города, так и в сельских округах. Также ведется постоянный мониторинг среди студентов и школьников образовательных учреждений. Наркологическим кабинетом с 18 декабря 2017 года запланированы и проводятся профилактические медицинские осмотры, обучающиеся в общеобразовательных учреждениях муниципального образования города-курорта Анапа в целях раннего выявления негалитозного потребления наркотических и психокрупных вещей. Всего запланировано 775 человек. Инспектор отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по Анапе Ольга Кузьменко уведомила, что по итогам двух месяцев на территории города-курорта не совершено преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств с участием подростков. Не допущено преступлений, совершенных несовершеннолетними в состоянии наркотического и алкогольного опьянения. Эта деятельность проводится системно, а все замечания, выявляемые в процессе мониторинга штабами воспитательной работы, оперативно устраняются. Екатерина Боровская подчеркнула, что эта профилактическая работа должна быть комплексной и межведомственной. А на общение приняли участие во Всекубанском субботнике. Сотни человек в городе и сельских округах вышли на улицы, в парки и скверы, чтобы сделать их чище и краше. Это только начало большой работы в рамках Всекубанского месячника по благоустройству и наведению санитарного порядка. В Анапе планируется высадить новые деревья и цветы, очистить от мусора сотни гектаров территории. Около 9 утра. Раздача перчаток и мешков для мусора. Многие пришли со своим инструментом. Центральная часть улицы Шевченко. Задачу можно назвать стандартной. Убрать мусор, подрезать сухостои. К субботнику присоединились работники магазинов. Они находятся на первом этаже. Здесь же управление Федеральной миграционной службы по городу-курорту. Охотно девочки согласились. Мы прошли, все девчонки повыходили. Мы заходили даже в паспортный стол и там нам сказали, что мы выйдем. Народ, да, они же понимают, доброжелательно относятся. Люди болеют за чистоту города. Они неравнодушные, конечно. Тем более сезон начинаться скоро будет. Эту площадку жители внесли в программу «Комфортная городская среда». В таком виде это просто большой газон. Совершенно не функциональный. Если проложить дорожки, поставить скамейки, посадить деревья, то там смогут отдыхать жители и гости. Бюджет не резиновый. Мы все это прекрасно понимаем. Будем стараться, чтобы это было в следующем году. Выделили деньги и благоустроили эту территорию. Сами понимаете, центр города, въезд в город. Парк 70-летия Победы. Станица Анапской. Первый в очереди на финансирование по результатам всеобщего голосования. Его будут благоустраивать. Как здесь говорят, уборка – первый шаг и посильный вклад. На самой территории и в окрестностях работают десятки жителей. В этот раз, если честно, обозначили, да, будет субботник. Но пришли люди, которые просто о нем услышали. Самое интересное, наверное, может не так часто это бывает. У Ольги дочь ходит на танцы в Станичный дом культуры. Там и узнали, что запланирован большой субботник. Времени не жалко. На такое дело не жалко. Наши дети здесь гуляют. Сами с детьми здесь гуляем. Уборка в парке уже вторая по счету в этом году. Для жителей городского частного сектора на улице Ивана Голубца это также второй по счету выход. И уже есть задача на следующий субботник – покрасить остановку. Ой, не вопрос. За пять минут собираю всех. В этом плане у меня народ поднимается только так. Хотим посадить. Вот юки вырастили сами. Розы сейчас посадили. Возле остановки тоже у нас уже принялись 18 кустов роз. Классный будет теперь. Уже к обеду сделали все, что запланировали. Кое-где даже с перевыполнением первоначального плана. Через неделю неравнодушные жители вновь выйдут, чтобы посвятить несколько часов родному хутору, городу или станице. Александр Ребека, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. Целый экологический десант работников культуры высадился в детском парке. Более 200 человек, вооружившись перчатками и мусорными мешками, за три часа убрали территорию в несколько гектаров. Субботник совпал с Днем работника культуры Кубани, поэтому экологическая акция прошла весело и под музыкальный аккомпанемент. Вот так под веселые и задорные песни ансамбля «Зраница» спорилась работа у специалистов культурной сферы. В этот день они отметили еще один свой профессиональный праздник – День работника культуры Кубани. И к своей экологической миссии подошли по-творчески, превратив обычный субботник в настоящий праздник труда. Своим слаженным трудом и творческим, скажем так, и физическим, большая гвардия работников культуры вышла на это замечательное дело. Более 200 человек сегодня здесь в парке. Мы убираем. Мы радуемся тому, что наш труд пригодится нашему замечательному, любимому городу. По техе часа делу время. Сотрудники библиотек, домов культуры, городских и сельских музыкальных школ в быстром темпе навели порядок в парке. Собрали мусор в мешки, очистили территорию от сухих веток и травы. Пропололи дорожки от сорняка, привели в порядок клумбы. Конечно, мы хотим, чтобы наш город был чище, чтобы вокруг нас была чистота. И поэтому убираем этот город здесь, по этому парку гуляют наши дети. И многие-многие, кто приезжает в наш город, поэтому должно все блестеть чистотой. Ну а День работника культуры Краснодарского края, это тоже очень важно. И вот сегодня таким образом мы подтверждаем, что любим свою работу. Облагородить нашу Анапу, чтобы она красивая была у нас, ухоженная. Также праздник у нас такой. Провести в хорошей компании концерт, послушать. Все интересно. Во-первых, это чистота здоровья наших детей, наших близких. Во-первых, мы гордимся нашим городом. Во-вторых, это нам дает возможность пообщаться, увидеться со всеми коллегами, не только за кулисами или на каких-то мероприятиях, а вот именно просто встреча на таком полезном мероприятии. Я думаю, что это здорово. Остальная часть работников культуры осталась наводить порядки на прилегающих к своим учреждениям территориях. Также этот день на свежем воздухе провели и сотрудники других управлений администрации. Они очистили пляж и песчаные дюны. Всекубанский месячник по благоустройству и наведению санитарного порядка продлится до 30 апреля. Еще есть время, чтобы внести свой вклад в преображение родного города. Причем ждать для этого субботы совсем не обязательно. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Попов. Анапа. Регион. В Новороссийске под эгидой Законодательного собрания края состоялось зональное совещание органов территориального общественного самоуправления. На него были приглашены победители краевого конкурса на звание «Лучший орган ТОС» в 2017 году из Сочи, Новороссийска, Геленджика, Абинского, Крымского, Славянского и Темрюкского районов. В числе лучших, как всегда, и анапские общественники. На стендах фотоотчеты. Своеобразные итоги работы ТОСов на местах. Анапская экспозиция – одна из самых ярких. Общественники курорта – это настоящая армия неравнодушных и инициативных людей. Они принимают активное участие в жизни города. Это активная часть нашего населения, и трудно представить и оценить их работу сегодня, что они делают для развития города-курорта Анапа. Сегодня это и уборка территории, и презентация различных дворов. На Кубани более 6 тысяч органов ТОС. Такой массовости нет ни в одном регионе страны. Местные власти ценят работу общественников и всячески поощряют. Цель конкурса среди ТОС – не только отметить лучших, но и показать жителям Кубани, насколько важна общественная инициатива и ответственность. Председатель ЗСК Юрий Бурлачко сообщил, что в этом году в очередной раз увеличен премиальный фонд конкурса. Теперь он составляет 47 миллионов рублей. Органы территориального общественного самоуправления – это цементирующая основа всего местного самоуправления. Если убрать территориальное общественное самоуправление, это убрать глаза, уши, убрать душу из системы местного самоуправления. Поэтому я думаю, что в перспективе те добрые традиции, которые имеются в нашей совместной работе, мы будем продолжать. Мы сегодня вас всех пригласили под руководством Юрия Александровича Бурлачко для того, чтобы очередной раз сказать слово благодарности и чтобы вы друг друга увидели и понимали, что действительно самое мощное общественное и самое правильное общественное. И все вы – это огромная наша армия стабильности, уверенности и понимания. На совещании объявили победителей конкурса название «Лучший орган территориального общественного самоуправления» в 2017 году. Среди лидеров уже традиционно анапчане. Первое место и грант 530 тысяч рублей получил городской квартальный комитет номер 7, руководитель Наталья Пономарева. Второго места в краевом конкурсе удостоился квартальный комитет номер 73 Анапского сельского округа, руководитель Ольга Пелюгова. Приз – 318 тысяч рублей. Третье место присуждено домовому комитету номер 28, руководитель Наталья Варламова. Награда – 212 тысяч рублей. Эти деньги собираемся потратить на ремонт дороги, которые находятся в центре города. По нашей улице Кати Соловьянова, переулок Малинкин. Спасибо, значит, что муниципальному нашему комитету, что организовывают такие конкурсы, значит, дает нам возможность выиграть в равном бою деньги. Мы дружно стремились к победе. В муниципальном конкурсе заняли первое место, ну а в краевом, к сожалению, третье место. Но мы все равно ему рады. Мы решили комитетом обустроить новую детскую площадку со спортивными тренажерами. В завершение мероприятия участники форума проголосовали за проект резолюции, который определит планы работы ТОСов на 2018 год. Руслан Душевский, Анапа. Регион. В Анапе педагоги из восьми муниципалитетов Юга Кубани соревновались в рамках спартакиада профсоюзов работников образования. Организаторы считают это неплохой возможностью приобрести дополнительный опыт и лишний раз проверить инфраструктуру. Команда города Курорт рассчитывает как минимум на выход в финал. В спортзале детско-юношеской спортивной школы «Виктория» около 200 участников, 8 команд из муниципалитетов Юга Краснодарского края и Черноморского побережья. От имени главы муниципального образования, от имени управления образования я хочу поздравить вас с этим замечательным мероприятием. Я надеюсь и выражаем общее мнение, что победит у нас с вами дружба. Все остальное приложится. Спартакиада работников образования. Участники, в основном, тренеры спортивных школ и учителя физкультуры. В Анапе такой турнир проходит впервые. Это и почетно, и в то же время позволяет, скажем так, на месте все это проверить организационные способности, потенциал свой. Это посмотреть наши спортивные резервы, наши, это же большинство тренеров, учителей физкультуры, именно вот, скажем так, лучшие кадры. В программе сдача нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» Ксения из Туапсе разминается вместе с командой. Помимо ГТО она сыграет в волейбол, которым увлекается с четырех лет. По профессии преподаватель русского языка и литературы считает, что спорт необходим, если работаешь учителем. Если ты всю жизнь, как бы, да, с детства занимался спортом, увлекался спортом, то дисциплина, выдержка, да, это все присутствует, конечно же. Это, конечно, помогает в профессиональной деятельности. И среди детей какой-то появляется авторитет, да, поскольку если учитель занимается спортом, то и дети будут, естественно, заниматься спортом. Ну и, конечно, это здоровый образ жизни. Соревнования по волейболу проходили в седьмой школе. Там же шахматы. Среди участников турнира много учителей математики и физики. В настольный теннис сыграли в школе номер шесть. Все результаты равнозначны. А на пчане в финале. В прошлом году команда города-курорта заняла второе место на краевом уровне. В этом рассчитывают повторить результат. Готовились основательно. Но спорт есть спорт. И ждет встреча с достаточно сильными соперниками. Александр Ребекко, Михаил Попов. Анапа. Регион. Анапчанка Ангелина Лихопут оказалась в числе претендента к названию главной красавицы страны в конкурсе Мисс России 2018. Финал состоится уже 14 апреля. А сегодня стартовало интернет-голосование, победительница которого получит дополнительные баллы. Ангелина родилась и живет в Анапе. Учится на третьем курсе Анапского филиала Сочинского государственного университета. И, как признается, очень любит свой город и гордится малой родиной. Главные цели для меня это самореализация, ну и, конечно же, развитие. Закончить свой университет с красным дипломом, так как образование для меня играет очень важную роль. Я хочу выдвинуть свою страну на международный уровень. Для меня важно, чтобы о моей родине знал весь мир. Как признается девушка, все участницы настроены благожелательно друг к другу. Но на конкурсе такого уровня всегда сильная конкуренция. Поэтому Ангелине нужна наша поддержка. Отдать свой голос в интернет-голосование можно на официальном сайте Мисс Россия 2018. Анапчане, я жду от вас поддержки. Надеюсь, что вы будете голосовать за меня, так как я тоже анапчанка. И я рада с гордостью представлять свой город, родной город Анапу, на таком национальном конкурсе, как Мисс Россия 2018. Выпить кофе и получить десятый айфон. Такую щедрую акцию провела кофейня «Вкусный акцент». Заведение открылось совсем недавно, но уже стало одним из самых популярных мест в Анапе среди гурманов и кофеманов. Кроме горячих напитков, свежей выпечки и деликатесов из Армении, «Вкусный акцент» предоставил возможность каждому посетителю выиграть модный гаджет или другие ценные подарки. Розыгрыш состоялся на минувших выходных. Кто стал обладателем главного приза в сюжете? Кофейня «Вкусный акцент» распахнула свои двери 23 февраля и уже зарекомендовала себя как заведение нового формата для гурманов, которые ценят свое время. Здесь делают акцент не только на вкусе, но и качестве. Первая изюминка – мы работаем 24 часа. У нас совместно магазин с кофейней два в одном. У нас эксклюзивные товары из Армении, а также эксклюзивные десерты в нашей кофейне. Готовим к ручной работе. Кофе у нас бразильский. А обжарку делают в Армении, приводят сюда. И уже здесь мы делаем для вас самый вкусный, самый лучший кофе. С момента открытия кофейни за каждые 300 рублей в чеке посетители получали лотерейный билет с номером. И в минувшее воскресенье, в шумной и веселой обстановке, организаторы, наконец, разыграли подарки. Каждому участнику бесплатный кофе на выбор и фото на память. В этот день раздали много подарков. Их предоставили партнеры кофейни. Но главным призом от вкусного акцента стал айфон 10, который достался только одному счастливчику. Мы сейчас прям торжественно. Настоящая классная десяточка вкусного акцента передаю тебе! Очень рад, очень доволен, надеялся выиграть. Как бы приехал за айфоном. На что надеялся, то и получил. У нас было 17 билетиков. Да, мы любим топить кофе. Очень вкусная, классная кофе с сыром. Выиграли, значит, подарочный сертификат на 2000. И вот такую клевую салфетницу. Такая классная, я так уж не видела. В кофейни вкусный акцент планируют и дальше баловать своих посетителей подобными акциями. Отведать вкусный кофе с десертом или приобрести деликатес из Армении в любое время суток можно по адресу улица Парковая, 60, корпус 2. Далее информация о партнерах программы. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Еще один наш партнер, тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Звоните 48 300. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал. Женский зал. Школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Абонемент на месяц занятий всего 1500 рублей. «Витязь». Анапа. Самбурово. 254. Мы делаем спорт доступным. Абонемент на месяц.